Ну что, привет интернет! Сегодня у нас интересный гость. У нас вообще неинтересных не бывает, но сегодня особенный такой, знаешь, я как вижу, я вот сегодня ехал на это интервью, думаю, у меня такое ощущение, что ты всегда был. У меня, кстати, тоже такое же ощущение. Сколько себя помню, я всегда был. Да, дежавю. У нас сегодня Мурат Аспанов. Привет, Мурат. Здорово. До мной я хотел с тобой поговорить. Тебя фиг отловишь. Ты то на гастролях, то на колымах, то на тоях. Как вообще дела у тебя? Давай вот так. Вот именно так и в основном и есть. То есть в основном на колымах, на тоях, на гастролях. Ну, на гастролях имеется в виду в основном как раз связанных с тоями и колымами. Помимо этого, скоро у нас еще возобновляется, как я надеюсь, одна из моих любимых программ, которую я вел, называлась она «Деньги в дом». Потом из-за прерывания нашего контракта со спонсором она тоже прервалась в своих выходах. Сейчас мы возобновили переговоры и идет все к тому, что возобновится. И поэтому гастроли будут теперь связаны еще и со съемками тоже по городам и весям. А так, да, из работы практически не вылезаю. Слушай, я вам всегда хотел спросить, а ты как вообще в искусство пришел? То есть на телевидение, да? То есть ты как? Ты закончил какой-то художественный вуз? Абсолютно нет. Или как? Вот расскажи вообще, как случилось? Закончил я два вуза, то есть у меня два высших образования. Ты прям вот сразу, да? Или потом уже? Нет, одно было практически во время другого, как получилось. То есть я закончил по первому своему образованию, я математик-прикладник. Это образование мне дал факультет механики и прикладной математики. Ты можешь больше не шутить в течение интервью. Все самое смешное лично для меня уже произошло. Вот, дал наш родной Казахский государственный университет имени Альфа-Рабей. Вот факультет мехмак. Вот если совсем коротко. А второе образование было в промежутке, то есть я после четвертого курса прервался. Про второе я боюсь сейчас услышать. А по второму образованию я программист. Все, давай, разводимся. У меня нет больше вопросов. Я пошел, да? Спасибо большое, дорогой ТН. До свидания. Закончили, больше ничего не надо. Программисты, и это образование я получал в Америке. Вот так вот. Офигеть. Вот съездил, то есть у меня был перерыв в учебе в Казгу, и я на два года уезжал в Штаты, там учился. Ну давай теперь поговорим об этой психологической травме, которая привела тебя на сцену, собственно. Это, наверное, была не психологическая травма, а какое-то непонятное недоразумение. Но так получилось, да, что я и в Казгу, и потом уже в Штатах, кстати, тоже, и по возвращении оттуда, я играл в КВ. И доигрался до капитанства в сборной команде нашего университета. Вот, и, в общем-то, там это было хобби, то есть я играл в КВ, мы собирались там по вечерам после моей работы, основной, которая, кстати, не была никак не связана ни с одной из моих специальностей. Скажи, как ты сейчас? Я работал переводчиком с английского. Вот. И... Азбанов, я тебя люблю. Нет, нет, вот правда. Вот, и, короче говоря, и по субботам и воскресеньям. То есть она отнимала просто так вот свободное время, не связанное с работой. И так получилось, что в какой-то момент, вот, когда уже, в принципе, задумывался о том, чтобы уже заканчивать с КВ, потому что, ну, как-то уже, уже все-таки как-то 24, уже не солидно. Получается, ты вот в профессию, в смысле, вот ведущего, да, шоумена, ты пришел где-то в 24 года уже, ну, весьма в зрелом возрасте. В принципе, да, то есть я уже закончил институты, так скажем, да, и университеты, уже работал. Еще, правда, не был женат, но уже думал о том, чтобы, ну, как-то надо заниматься чем-то более серьезным уже. Все это хобби, хобби, оно и есть хобби. То есть как-то надо потихонечку уже отнимать много времени. Вот. И как-то начал уже сводить на нет потихонечку, да, вот, висели. Запустил, запустил на спад свою КВ-новскую карьеру, и в этот момент поступило предложение попробовать себя на телевидении. На телевидении, в рамках юмористической программы. Ну, кто бы сказал, ну, особо. Вот, в рамках юмористической программы вместе с… Новости, что-то не поздали. Хотя, хотя, ты знаешь… Он, слушай, из-за новости, из-за новости читал, гораздо веселее было. Ты знаешь, там, сегодня, вчера… Вы не поверите. Нет, нет, да, да. Такое произошло. Но на самом деле, ты знаешь, я… Новости не новости, конечно, хотя с дикцией вроде все нормально. Я вот как-то давным-давно и очень серьезно мечтал себя, попробовал в жанре спортивного комментария. Ну, почему? Ну, почему-то не зовут, почему-то не зовут. Хотя, я очень люблю футбол. Я, правда, наверное, разбираюсь в нем на обывательском, а не на спортивном уровне. Но на обывательском уровне, я разбираюсь, мне кажется, неплохо. Я, кстати, по Фейсбуку смотрю, у нас в Алмате не было еще ни одного матча, с которого я не видел фотки вот этих веселого Аспанова, там, весь в шарфиках. Да, 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 это правда. То есть, вот на Алматинский Кайрат, когда есть возможность, я всегда вырываюсь, вожу уже детишек своих. Когда получается, при этом болею не только за Кайрат, я болею еще за московский локомотив. Это моя, как-то, тоже любимая команда. Так получилось. Тоже долгая история. Там еще что-то было с железной дорогой, в смысле? Ну, вот я не скажу, что я люблю железную дорогу или железнодорожников, но локомотив я люблю. Это с поездами связано, хотя я с поездами никогда связан не был, больше всего с самолетом. И поэтому, да, вот, комментариев нет, а вот спортивным комментатором, в смысле, комментатором новостей, диктором новостей, не думал особо, а вот там. А хотя диктором новостей я работал. Вот так вот. Да. Я работал на канале Каспионет, в течение двух лет читал новости на английском языке. Вот так. Только сейчас вспомнил. Вот, было такое. Два года. Два года, да. Только сейчас вспомнил. Два года читал новости на английском, вот, и я помню, как сурово Каспионетовские редакторы вытравливали из меня американское произношение и пытались вдолбить мне то, что в меня вдолбливали в школе, классический вот этот вот британский прононс. Поэтому я не столько говорил в итоге, да, с британским прононсом, сколько изображал его. Знаешь, вот как, допустим, люди, говорящие только на русском языке, изображают грузинский акцент. А какая разница? Грузинский акцент, да. Я точно так же, говоря изначально с американским прононсом, я изображал британский выговор. У меня проблемы с дикцией очень серьезные, в отличие от тебя. И с английским, я думаю, у меня тоже проблемы. Поэтому ты не мог бы сейчас нам вербализировать разницу вот между классическим и американским акцентом? Это просто для меня. Это можно вербализировать даже на русском языке. Слушай, так это было в этом, в Д'Артаньяне, три мушкетёва, мушкетёва, вот это сестра, имя, это в смысле? Сестра, сестра, имя, он, кстати, говорил с таким классическим американским прононсом, а не британский. Это что, американский? Это американский прононс. Ага. А англичане, они, англичане, ну, англичане, они, короче, полная мне противоположность, они худые, вытянутые, поэтому у них это как-то вот. И такие же и звуки вот такие вот получаются. Сестра, вот так вот они говорят. Да, иина, сестра, вот что-то такое. Подожди, это все английские слова, которые я знаю, да. У меня, у меня, у меня, когда я учился в Штатах, было много друзей из разных, из разных стран, то есть я, я меньше дружил с конкретно самими американцами, чем, чем с студентами международниками. Да. Охренеть. Просто в нашем университете, где я учился, там 35 тысяч студентов, и очень много студентов там со всего мира. Да. И был такой клуб, он назывался «Файлс», это клуб, объединявший студентов, именно вот приехавших извне. И я был, как казахстанец, я был, да, я был там вот в этом клубе, одним из таких заметных его, пардон, членов. И, конечно же, я общался очень много, у меня были друзья с Аргентины, там, с Южной Америки, с Африки, с Ближнего Востока. Что интересно, когда ты, допустим, идешь по университету, видишь, стоит компания толпа немцев, они, естественно, говорят по-немецки, ты узнаешь там своих друзей, подходишь к ним, они, конечно, сразу переходят на английский. Такова была этика. Мы, говорящие там, русскоговорящие студенты, когда к нам подходили американцы или иностранцы, мы тут же переходили на английский даже между собой, потому что, ну, невежливо быть, когда рядом человек, который не понимает твоего языка, говорить на русском, получается, как бы исключается из беседы. Правила этикета стандартные, да, и поэтому переходили они тут же на немецкий, там, арабы переходили там с арабского на английский, все, все. А у меня способность к мимикрии страшная такая, понимаешь, я через там пять минут разговора, я начал говорить. Я начал говорить как они, я начал говорить с ними на английском, с немецким акцентом, жутким причем, либо там с арабами с жутким арабским акцентом. И меня, друзья мои, зная вот эту мою способность, они иногда просили что-нибудь такое изобразить, да, поэтому там, тогда, правда, слава Богу, когда я учился в Штатах, еще не было ни 11 сентября, ни аль-Каиды, витал такой легкий душок ливийского, да, терроризма над страной, и если бы я потом такое изобразил, да, после меня, конечно, уже ручки скрутили бы и упекли бы куда-нибудь, но я иногда такие вещи вытворял там, на свой автоответчик в общаге, в общаге у каждого был свой автоответчик. Я оставлял иногда сообщение на таким арабским акцентом, типа, Америка, wait, the Muslim world will come back for ultimate revenge. And when jihad starts, every saint warrior of Allah, every mojaheddin will go to heaven before the first drop of his blood touches the ground. Ну да, сейчас бы тебе тяжелее стало. Намного, намного, намного. Я думаю, ты не закончил. А еще у нас был прикол, у нас была преподавательница одна, она говорила с тяжелейшим немецким акцентом, хотя была сама этнической литовкой, но вот очень долго жила в Германии, и на момент переезда в Штаты, короче говоря, нас еще на свете не было, то есть когда мы туда приехали, она уже лет, наверное, там 30 жила в Америке, но даже эти 30 лет в Америке не вытравили из нее вот этого жуткого немецкого прононса, и она разговаривала, допустим, вот так вот, «Please write down my phone number, 6-3-3-0-0-5, write, ja, also», вот примерно так, и когда мы, допустим, когда мы шли по факультету мимо ее кабинета, мы выстраивали шеренги, вот так вот делали равнение на ее кабинет, и начинали петь «Deutsche Soldaten unter Offizien», и она выскакивала на эти звуки, но мы к тому времени, конечно, уже рассасывались, мы уже шли нормально, и непонятно было, кто это только что первый. Вы кидали зигу, да? Да, примерно, вот, то есть вот оттуда у меня вот это вот, в принципе, пошло, поэтому британский прононс как бы подделать мне было несложно, но я его именно подделывал, потому что мой въевшийся в меня в подкорку, натуральный выговор, мой все-таки такой, знаешь, средне-западный американец. Так сколько уже получается на телевидении, ну, вот так, если суммарно, это сколько лет стажа у тебя уже получается? Если суммарно, ну, хороший вопрос, наверное, лет 15, может быть, 16. 15-ку уже? Да, но я вот только такси веду последние 6 лет уже, да, то есть мы недавно, мы недавно просто вот с нашими редакторами заметно, что… Просто… Это… это кошмар. Выпустите меня. Нет, 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 я ничего, я просто себе прикинул, 6 лет, вот это как там музыка вот такая. Та-да-да-дам, вот это да. Вот, здравствуйте, вы попали в программу такси. Да, ну, то есть уже седьмой год, представляешь, я, то есть вот, когда девушка поражаешься, как быстро летит время. Полгода не мылись, а как вчера, вот, то есть на самом деле это, это серьезно, это… Серьезная проблема? Это очень большая проблема. Нет, шучу, конечно, но… Нет, я ничего, шучу. Я должен, я должен сказать, что такси, это… Никто же ни разу не знал. Такси – это внезапно привалившее счастье, ты понимаешь, на моей телевизионную долю. Такси – это, это работа, о которой я мог мечтать. Такси – это… Ты сейчас не шутишь, да? Абсолютно, я серьезно сейчас говорю. То есть такси – это серьезная, серьезная была работа, при этом это была работа любимая. Она была связана с постоянной сменой людей перед тобой. Все время – это то, что я люблю, я люблю работать, общаться с людьми. И при этом она была воплощением того, что я, как я думал, лучше всего умею делать, то есть шутить, импровизировать. И при этом где-то давала возможность и мне тоже продемонстрировать где-то там свою, извини за это слово, эрудицию и так далее. Абсолютно. То есть, я… А чё это? Нет, я не мог не сказать. Что за кто-то это? Ты сейчас меня нахрен послал на следующий. Когда эрудиция? Тоже преподавательница, французская просто, да? Да-да-да-да. Извали эрудиция? вот то есть такси в этом смысле это 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 очень это очень это мне повезло это мне повезло я уже седьмой год в такси и я надеюсь очень надеюсь что это продлится еще как минимум столько я хочу в этом смысле желаю себе телевизионного долголетия не а то хорошая программа она знаешь такая как сказать она вот ненавязчивая такая у нас ну ладно расскажи интересно мне вот допустим я тебе могу одно сказать конкретно вот по этой программе мне твоя версия ведущего гораздо больше нравится допустим чем вот российского ведущего да то есть спасибо не знаете серьезно она как-то по-другому с тобой выглядит потому что у того она лысый вот он какой-то там ведешь по моему уже не ведет да ну вот был какой-то он знаешь такой вот он по-моему тяготился этой ролью то есть он все-таки внутри себя чувствовал гамлетом ну вот и наверх он понимал что ему надо вот шекспира да тут вот ему надо на такси да то есть а ты вот организм то есть хотя давай вот это мы вот мы и подошли главному вопросу нет он у меня возник если у меня в голове гамлет не 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 надо судя по тебе ты его даже читал нет я знаю первые слова to be or not to be ну вот заприсы и кофе черт вот он очень много бедных не нет и как вот смотри но на 15 лет на телевидении то есть и вот твою картинку то есть ну ты знаешь на вот эту что на наше телевидение оно там находится там стагнации там уже несколько там лет мы живем там чужом информационном поле да ты это в курсе но твою вот ты много на телевидении работаешь какой-то твой срез вообще что происходят какие прогнозы как у телевизионщиков этот вопрос к тебе как аспанову телевизионщиков ты знаешь вот 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 ты вопросы задаешь но откуда ж я знаю на самом деле славка я думаю что все будет хорошо это нормальный ответ я думаю что все будет хорошо мне кажется что телевидение наше оно уже достигло того дна падения до которой которое должно было произойти вот и и уже начало потихонечку вот так вот упираясь в стенки этого колодца выкарабкиваться обратно наверх медленный медленный подъем вот мне кажется уже так сказать начался опять наверх проблема моя точнее говоря не моя наша до телевизионная вообще она заключается на мой взгляд в том что но во-первых у нас мало людей которые телевидением занимаются мне кажется что должно прийти гораздо больше людей вот в телевидении в чтобы чтобы должно быть гораздо больше известных людей которые которые что-то делают которые мелькают на экране до которые пытаются таким образом просто будет вот вот в этих столкновениях конкуренции будет от шелушиваться то ненужное и будут оставаться действительно люди достойны быть на телевидении мелькать на экранах еще мне кажется у нас да плохо что допустим мир кино и мир телевидение они очень мало соприкасаются между собой на телевидении у нас одни герои и одни люди в кино у нас другие люди и примеров которые скажем людей которые были бы и там и там они есть но их не очень много и это на самом деле не очень хорошо на мой взгляд вот я в смысле не к тому что приглашаете меня в кино я кстати не хочу вот но они хочешь да я же не не актер не думаю что я там я не снимался живут эти прошлым летом звонил по нему я на съемках и на съемках да 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 было я в одном фильме который кстати говоря в итоге даже вышел на экраны слава богу слава богу просуществовал там по моему всего лишь неделю на экранах вот сыграл полковника милиции какого смысла выпивающего такого веселого уже плохо выгляжу нет почему нет 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 я я сыграл такого нормального полковника 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 такого уже солидольного чувака такого который который кстати говоря очень неплохой мужик при этом потому что он там время от времени проявляет очень человечные и человеческие качества по отношению к главному герою вот то есть вот как-то так подожди от тебя прозвучало интересно отчете кино ну ладно ты одно одно другое тянуть будет ты понимаешь у нас сейчас кино развивается очень сильно и если у нас допустим будут кино у нас в казахстане сейчас кинематограф на подъеме вот так да я считаю да причем выходит выходит хорошие фильмы которые снимают там тот же нуртаз оданбаев да тот же аскарик бессимбин да вот они они снимать начали в принципе что мне больше всего нравится мы ушли вот от это почему-то до этого всем ну как прекрасно ли мы очень многие пока мере думали что у нас в казахстане кино должно сниматься такое выставочное который вот идет на конкурсное кино который на всякие вот идет вот эти вот страну представлять страну представлять и оно должно быть почему-то такое вот заумное почему-то какое-то такое значит с потугами на тарковского зачем наконец-то начали снимать нормальные кассовые фильмы хорошие легкие комедии нет но у нас и турцунов есть есть да да есть кстати кстати келинку не видел а шалл мне очень понравился хороший глубокий фильм вот но при этом снимают и нормальные легкие комедии который просто собирают кассу да ты не пойдешь на эту комедию 2 2 раза ему отбился в прокате этот один из немногих фильмов вот я знаю у нас сатаева несколько фильмов были кассовыми я знаю ясентаевы вот первый когда для звезды ты же отвечаешь сам на свой вопрос у нас дал нас кино на подъеме у нас наконец-то начали снимать фильмы которые просто привлекают зрителя в кино который голосует деньгами которые голосуют тенгушкой вот и позволяет ребятам творить дальше и это здорово вот но я думаю что было бы здорово еще лучше если у нас как-то вот больше привлекали вот телевизионщиков талантливых ребят которые являются там ведущими авторских проект надо больше переплетать заплетать вот этот вот 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 связь между кино и телевидим потому что одно другое будет тянуть их присутствие талантливых ребят на экранах телевизионных будет привлекать людей кинотеатры когда люди будут узнавать что эти талантливые ребята снялись там в каком-то фильме и наоборот и одно другое будет вот мне кажется подъем будет сильнее сильнее больше да бывает бывает я конечно в основном смотрю футбол вот касс спорт и не только к спортом евроспорт и российские спортивные каналы чужие каналы а вот наши но я могу да назвать название телеканал без проблем я смотрю конечно я смотрю конечно я смотрю сейчас очень внимательно осматриваю телеканал астана поскольку такси сейчас на астане и скорее всего там же на астане будет выходить вот проект деньги в дом я внимательно смотрю за 31 вот пожалуй 33 сейчас основных моих в остальном мои телевизионные вкусы уходит как я уже сказал в область нет ни казахстанских телеканалов 31 потому что я тоже там был причем несколько раз меня такие камбыки были смотрю они на проект весы не того ведущего уже позвали да я кстати вот на проект весы да наверное да я думаю что было бы было бы здорово поучаствовать не знаю в каком качестве в качестве ведущего или участника на этого немножко не добираю там как-то народ по моему я был недавно вот ну там на пиар акции то есть они сказали что даже я бы прошел а прошел они там отрез работают на следующий сезон весы давай подадим заявки уже в качестве участник мне это я бы это да там это хотя боюсь до следующего сезона я уже сам похудею без 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 участия проекте весы вот просто я сейчас активно этим занимаюсь серьезно да да я решил что лишний вес это плохо как его надо избавляться нет просто тут не сам по человеку нет все очень банально просто вот за счет там силы воли стискиваешь себя это и просто меньше ешь меньше ешь всякого вот вредного и вообще я меньше ешь вообще и помогает я уже я тебе скажу на правда это за достаточно долгий период времени то есть примерно за 7 месяцев может быть 8 я похудел уже на 18 килограмм но 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 я тебе скажу что это вот в моем случае это только начало пути потому что 18 килограмм который я уже потерял но так скажем это примерно треть того веса который я хочу потерять нет не треть но меньше половины то есть мне еще нужно где-то 20 с лишним брать для полного мы не для полного счастья совсем другого человека вы получите совсем другого человека вы получите счастливым стройным веселого и жизнерадостного мурат аспану мнение знаешь это как с этими алкоголиками кто закодировался они потом году них личность очень сильно меняется то есть это вот нету недавно я разговаривал и говорят это меняются люди меняются нет я думаю что да я думаю что и мировоззрение будет меняться помимо меняться меняться будет гардероб она вылезет вот это вот математическая часть аспанова математическая часть аспанова она практически она наконец сейчас иногда дремлет но но в целом она всегда насторожает время от времени выскакивает это правда проявляет себя в самых разных ипостасях вот иногда да иногда я сам себе напоминаю фильм игры разума вот ну ничего справляемся но давай поговорим о нашей еще мы знаем мурата аспанова как более чем популярного и востребованного ведущего на всевозможных мероприятиях там больших малых там даже я вот умудрился с тобой да я конечно как-то вели то есть там свадьбы то и то есть давай поговорим об этом то есть когда ты вышел вот на вот эту не телевизионную цену вообще впервые вот я должен сказать наверно примерно тогда же может быть лет но чуть чуть позже чем я стартовал на телевидении то есть если там мы говорим о пятнадцати годах до плюс минус то здесь мы можем говорить там о двенадцати плюс-минус годах и и конечно же первое первая моя работа до в этом качестве она была очень во первых она была очень нервная потому что ты все время переживаешь за результаты все я исчастки за него переживаю но просто опыт уже такой что позволяет не сильно волноваться в первые разы и и и и ляпы были и и всякие недоразумения конечно где-то что-то не так сказал или выбегаешь что-то вот в голове уже такое вот созрело нужно произнести и и начинаешь затыкаться и запинаться потому что забыл первые слова ну короче говоря было было масса всего да потом потихоньку полегоньку как-то оно началось вот раскручиваться начал работать в этом качестве все больше и больше опыт появился разных таких вот мероприятий я помню 2000 по моему четвертом году случай был когда когда я проводил два подряд дня то есть последовательных два дня первый из них меня был день рождения юбилей у одного криминального авторитета ну точнее говоря это уже 2004 год он уже был тогда не криминальным авторитетом очень респектабельными но но все равно у нас на мероприятии сидели люди в кожаных куртках женщин не было в принципе сидели люди в кожаных куртках которые они не сдавали в гардероб я только потом понял почему наверное да я так я так понял что у них вот подмышки как бы заняты не хотели да не хотели афишировать вот вот с короткобритыми затылками люди молодые и очень сидели за столами и тосты произносились то есть я у меня был список вот как всегда у команды ведущего должен список у меня был списке были не люди федерации а сейчас тост от федерации бокса а теперь друзья давайте послушаем тост от федерации вольной борьбы и так далее и короче говоря выходили люди от федерации и произносили свои поздравления вот нашим юбиляру так вот ровно на следующий день вот прямо на следующий был день рождения у заместителя министра внутренних дел вот нашей страны который я тоже проводил публика была совершенно другая ну надо блестящий блестящее такое вот офицерское общество да выше выше командный свет да такой бомонд люди в парадных мундирах дамы в красивейших вечерних платьях вот все так вот это больный зал ну да естественно и это я просто посмотрел сам себя сказал господи господа какая у тебя интересная жизнь вчера у бандитов сегодня у ментов кайф вот так и у тех у тех интересных было вообще было шикарно вообще было шикарно просто у первых было громче а нет вру так скажу так у первых было громче в конце а у вторых было громче в начале вот так на самом деле да и сейчас сейчас конечно работы очень много и слава богу то есть я много много передвигаюсь по стране буквально вот в эти выходные я прилетел из караганды и сразу же практически с крыльев потому что не было времени там карагандинский рейс не аэростана другая авиакомпания а он прилетает в три часа дня а мне у меня в пять начала банкета уже я практически с крыльев меня супруга встретила в аэропорту привезя мой костюм в автомобиль я практически приехал туда и там на месте уже проведения банкета переодевался в свой костюм быстренько там подсобки переоделся все вышел вот я вот и провел уже свадьбу вот то есть то есть вот вот сейчас уже вот так вот сегодня у меня съемки такси после нашего интервью завтра я веду банкет корпоративный здесь в алмате и у этой же компании в субботу виду такой же банкет то есть вот мой график ну и так пока пока чего пока кони недвину такой нет не знаю пока 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 популярный пока востребованы я буду это делать потому что потому что тоже хорошая работа я да мне тоже очень нравится я ее люблю и это то что я умею делать вот конечно когда она закончится можно опять податься в переводчики с английского ну что я что я тоже умею делать я лишь интересный бэкграунд такую как говорится позволяет суша ну просто никогда у тебя не спрашивал это не очень наверное личный вопрос о чем жена занимается жена занимается воспитанием детей вот поддержанием в целости и сохранности и полном порядке домашнего очага вот я просто пытаюсь представить эту женщину это 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 замечательная женщина вот чем она не имеет никакого отношения не к телевидению и к шоу-бизнесу не кино нормальный человек абсолютно она нормально это очень важно она нормальная очень адекватная очень адекватно очень разумно в семье должен быть нормальный хоть один вот по образованию она преподаватель русского языка и литературы когда мы с ней познакомились она была работала 12 когда мы с ней познакомились она она работала в высшем учебном заведении заметь все важные события где-то вот 15-12 лет вот что-то начало вообще вот сразу и жениться и телевидение да 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 все вместе сейчас по статистике все вместе не ну когда мы с ней познакомились она меня практически можно сказать и не знала то есть я тогда не был таким известным таким то есть это еще не было я уже был на телевидении ну и вообще что касается популярности то должен сказать что я считал себя популярным пока не начал сниматься в программе такси потому что настоящая популярность пришла ко мне вот именно со съемками такси до начался какой-то вот сумасшествие то есть до этого тоже на улицах узнавали улыбались как-то вот изредка подходили там поздороваться после такси начали подходить фотографироваться брать автографы в как читали куда я приехал на проведение банкета я вообще почувствовал себя каким-то димой биланом потому что спустившись в холл гостиницы я обнаружил стайку девушек лет наверное 12-15 их было человек тоже 12-15 которые стояли ждали моего появления чтобы взять у меня автограф то есть то есть вот практически практически обнаружил какой-то свой местный локальный фан клуб понимаешь вот такой вот стихийный они узнали что приехал вот мурат аспару прибежали специально вот вот стали между удивительно было это было вообще первый раз в жизни это было уже примерно года через полтора может быть после того как началось началось такси вот и вот вот я я должен сказать настоящая популярность как известно пришла ко мне именно после мы национальное телевидение то есть это республиканский охват наверное наверное да вот все говорят видение сейчас вот оно там теряет позиции ну теряет не теряет как бы такие вот национальные серьезные проекты да там на национальном телевидении они будут долго еще работать конечно вы тоже ну давай вот к интернету то есть вот ты один кстати из немногих наших участников там шоу-биза как правильно назвать той-той бизнес да там той биза то есть достаточно успешно себя чувствуешь допустим в том же фейсбуке постоянно что-то пишешь что-то фотографируешься я не скажу что я вот есть такой сейчас но модное слово блогер да я не скажу что я блогер какой-то там ну в отличие от многих наших да известных ребят которые которых можно назвать этим словом я в основном просто постил свои фотки какие-то прикольные моменты я не не заставляю людей там у меня там тоже куча подписчиков то есть жалко что фейсбук позволяет иметь только там пять тысяч френдов нет но френдов а там подписаться то могут сколько хочешь да то есть у меня у меня там уже френдов вот причем из них я лично знаком наверное думаю быть с парой сотен только остальных я не знаю и и и в очереди стоит там подписчик человек которых я не могу принять друзья просто потому что у меня список друзей уже битком забит вот сколько там подписчиков я был наверно тоже очень много инстаграм ты не заводил у меня есть инстаграм но я там недавно поэтому совсем недавно поэтому буквально у меня там сейчас я скажу в инсте я наверное может быть пару месяцев только вот у меня там всего лишь пока полторы тысячи я просто заметил такую тенденцию что вот телевизионные люди то есть им инстаграм даже еще лучше заходит чем фейсбук то есть вот смотрите за пару месяцев полторы тысячи мне например вот год я его веду у меня до сих пор тысячи то есть у тебя инстаграм пойдет в два раза там сустрее там ну наверное причем это просто я у баяна синтайла миллион миллион чё причем это не фейки то есть вот у синтайла там ну конечно баян можно только поаплодировать она вообще молодец большущий инстаграм это как бы формат который который ситом не больше подходит то что я в основном по фотке но где-то какие-то прикольные мысли прикольные моменты да я в основном своих фолловеров я развлекаю больше нежели заставляю о чем-то задуматься уже у тебя с вот этим задуматься ты книги читаешь бога много то есть вот вот эта зарядка аспанова она происходит надо полагать в семье вот их книг зарядка зарядка просто очень много отдаешь посмотреть и там по допустим в месяц на там 15-20 мероприятий нет ни пятнадцать двадцать поменьше доме ну в хорошие месяца на хорошие месяца на большие хорошие места сейчас декабрь начнется чтобы вот а где ты берешь вот эту вот то есть смотри ты много отдаешь да то есть и ну надо где-то напитываться вот этой вот энергии какой-то там вот этой позитивом своим во первых во первых там где отдаю я там же много и получаю потому что когда когда ты приходишь куда-то даже на тот же банкет вот начинаешь просто что-то говорить при этом видишь что тебя снимают на телефон когда когда ты говоришь даже просто банальные вещи там а давайте выпьем да а это снимают вот и и потом подходят и фотографируются и обнимаются и говорят мурат мы вас так любим вы такой классный там и так далее от этого же тоже напитываешься но конечно да основная основная подпитка энергии у меня у меня происходит дом вот потому что у меня замечательная семья у меня прекрасные дети двое деток двое два пацана одиннадцати шести лет это как раз тот самый возраст когда хотя там любой возраст классный вот вот я просто я от них кайфую конечно вот мы с ними когда-то мы возимся и лего собираем футбол играем это это здорово это кайф и от книг пожалуй в меньшей степени вот потому что я просто в принципе люблю читать но я не скажу что я оттуда напитываюсь какой-то вот бешеный бешеной энергии читаю мы читали на самом деле в основном то что читают все вокруг сейчас не то что то что модного и конкретизировалась то есть так непонятно то есть то что читают все вокруг все вокруг сейчас вообще не читают то есть если уж так быть совсем конкретным а любыми не ну очень многие сейчас не читают то есть как бы я я ты знаешь вот очень я не читаю то что там как бы сформулировать это я не читаю таких вот столпов классиков литературы как федор михаил достоевский там сергеевич пушкин то что вот я набрал тогда в детстве в школьные в юношеские годы в принципе вот этот вот багаж на нем на нем как бы и еду на тренирую можно хотя 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 кто-то принципе хвастается из моих друзей я согласен что как можно все время достоевского читать хвастается тем что они будут сейчас там читают много черпают оттуда нет я в основном читаю сейчас то что то что модно из современных авторов я очень люблю майкла крайтона я очень люблю тех кто пишет жанре фэнтези даже то есть лукьяненко я очень люблю акунина понятное дело потому что он тоже популярно сейчас его многие читают вот то есть такие в принципе вполне себе современные вещи которыми зачитываются все да я я люблю читать принципе публицистику где-то иногда под настроение да могу получать глубокую философскую вещь в целом люблю тоже что и все детектив хороший хорошая фэнтези вот вот какие-то в кино в основном это мультики учитывая то что у меня двое детей детками когда в основном это детское кино реже удается чем так намного реже удается вырваться куда-то на нормальные взрослые фильмы последний вот недавно кстати просто в тему попала с супругой сходили на эверест но это очень хорошие ты знаешь я скажу так фильм я в интернете читал я вообще не хожу фильм наверное просто совсем не совсем типичный по по своей концовке потому что фильм оказался в итоге драмой причем драмой с не очень таким вообще далеко не с хэппи эндом и он возможно где-то просто цепляет вот неожиданностью вот 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 этой неожиданностью а так я тебе скажу так что наверное вот эта вот репутация до того что эверест это классный фильм на западе возникла благодаря тому что у не очень много фильмов с таким вот не хэппи эндом это мое мнение конечно да я никому не навязываю но я просто думаю что вот вот вообще в традициях советского кино не было такого хэппи энда повсеместно как в голливуде и поэтому человек воспитанным на советском кино а я человек воспитанным на советском кино для меня фильм эверест достаточно обычно то есть я не был в диком восторге его да фильм мне целом понравился но сказать что это вау я не могу второй раз я на него не пойду вижу такое вау применительных кино в твоем понимании куда год не сильно из из советского кино до из из российского до кино то что показывает допустим на нтв плюс на канале наше новое кино да для меня вау это брестская крепость я вообще люблю фильм о войне и сейчас опять стали делать очень хорошие очень некоторые ремейки такие как звезда они они сильнее чем оригинал из которых делались ремейки да 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 то есть вот это на самом деле очень такой вот хорошее кино на мой взгляд из из зарубежного люблю французские фильмы люблю французские фильмы мне очень нравятся французские комедии они на самом деле такие не не они очень легкие они не тривиальные и они построены не на том что человек смешно упал смешно во что-то врезался или еще что-то они построены на человеческих отношениях вот это классно потому что эти отношения нужно играть смешно можно упасть это тоже надо сыграть конечно да да но сыграть мимикой человеческие отношения это совсем другое это уже это активно поэтому я очень люблю французское кино вот такое вот легкое французское кино ты мне прям бросков застал вот вот этим вау я пытаюсь вспомнить какие-то образчики голливудских фильмов до которые можно вот я люблю я не знаю очень сильно это такой гимн как бы это гибн америке и американской истории за последние пятьдесят лет ну ну не знаю мне вот он нравится зеленая миля зеленая миля до согласились или полный там такой сильный побег и шоу шайка в этом же погнали топ-100 фильм да 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 все то есть это все понятно и запутаешься достучаться до небес ну и прочее погнали слушая а вот такой вопрос у тебя два парня сейчас растут которых ты очевидно что любишь но вот и кем ты порекомендуешь им становиться потому как девочкам знаешь там им как-то легче вот у меня две девочки я как себе так думаю ну вот буду воспитывать сколько буду воспитывать да там смогу образую а потом они пойдут сам это собственно и нормальная в общем-то нормальный финал для любой нормальной женщины не финал это как раз начало я пошите надо вот ты вот как мальчишкам это я знаешь к чему я вот у всех всегда спрашивал черт молодежи пожелают ребята которые жизнь ты немножко посмотрели то есть сейчас времена такие странные то есть ориентиров очень с одной стороны их очень много с другой стороны вот вроде как и нет вовсе точно как-то все смешалось в доме облонских знаешь я думал для себя над этим вопросом и и пришел к следующему выводу пока не по крайней мере пока к такому я им рекомендую уже кстати рекомендую чтобы они не выбрали вот 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 что касается во первых профессии чтобы они не выбрали главное в своей профессии быть лучше или одним из лучших неважно в какой твой перфекционизм здорового то есть я говорю если ты хочешь стать банкиром сейчас это же очень бы я буду банкиром я буду финансистом я буду еще кем-то да ты должен стремиться к тому чтобы быть лучше но имеем ввиду что допустим туда идут большинство твоих сверстников они об этом же мечтают чтобы стать лучшим банкиром надо пятнашку в банке отсидеть там к другому не получится потом вот я говорю возьми допустим профессию бухгалтера профессию повара вот что бы ты не выбрал даже если ты хоть захочешь стать просто поваром имей ввиду что лучший повар он всегда при работе у него всегда есть масса предложений вот там и так далее и так далее и он вот то есть пытаюсь внушить ему что хороший фрилансер он имеет во первых гораздо более свободный график вот как я сейчас вот то есть ему не нужно ходить с понедельника по пятницу с девяти на шести на работу просиживать да где то вот а он берет заказ он его выполняет получает сразу допустим гонорар за то что клерк в банке получит за месяц да то и за одно вот а у некоторых фрилансеров в некоторых профессии и за год понимаешь и все ну это смотря чудо чего фрилансить отваливает и дальше опять выбирает хороший же фрилансер значит он сидит и выбирает другие заказы ну фрилансер он просто если он не будет крутой он не выживет просто вообще то есть там на вольных хлебах там я его пытаюсь это внушить у меня сейчас знаешь племянник он работает в румынии в нефтяной компании вот он закончил нефтяной вуз точнее говоря технический вуз по нефтяной специальности и несколько лет проработал у нас здесь на прямо на месторождениях со своим высшим образованием прямо пошел туда не в офис а вот именно туда инженером по бурению и так далее и так далее получил там опыт шельфового бурения то есть где то там на каспио прямо на этом сидел да вот и так далее и так далее сейчас он уехал в рубынии вот работает там уже там уже у него работа более такая вот он мне как-то сказал я давным-давно мечтал быть там олигархом да там иметь миллиарды денег и прочее 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 вот потом понял что добиться этого достаточно сложно вот но вдруг увидел как к ним на буровую когда у них начались проблемы вот они встретили какую-то исключительно твердый пласт породы который не поддавался и они не знали что с ним делать и тогда компания пошла на следующее они пригласили спеца который занимается вот исключительно подобными проблемами бурит вот эти вот неподдающиеся бурению пласты спец приехал на две недели вот за эти две недели он этот пласт пробурил вот там своими какими-то методами потому что он спец он его пробурил все дальше снова пошли легкие пласты компания его уволила за ненадобностью но за эти две недели работы он заработал столько сколько мой племянник заработал за два года понимаешь и вот тогда он наверное задумался да вот сейчас он занимается тем что лепит из себя вот такого высококлассного фрилансера он ездит на все которые ему там компания предоставляет возможные курсы он ездит на практике как раз вот на трудные шельфы и так далее и так далее и так далее вот и я думаю что с его упорством лет примерно через 7-8 а может 10 из него получится такое вот нефтяной мистер бульф да да нефтяные совершенно совершенно верно так вот своим своим деткам я пытаюсь внушить примерно то же самое нужно в своей профессии добиться ну несовершенства совершенства недостижимо но состояние близкого к этому то есть что бы ты не выбрал будь лучше все и у тебя все будет нормально при этом кстати я при этом пытаюсь им как-то ну как как папа мальчишкам привить некий набор стандартных необходимых навыков то есть сейчас у нас там каждый проходит в свое время потому что возраст немножко раз я хочу впоследствии привить им навыки верховой езды они у меня уже оба катаются на коньках хорошо очень оба катаются на лыжах хорошо очень вот дальше у нас навыки верховой езды когда оба подростут еще навыки мордобоя парню это надо вот все вот и у меня уже будет как бы более или менее как папа я буду за них спокойно готовые собственно подготовленные к этой сегодняшней жизни слушай ну очень очень здорово я прям знаешь как тебе сказать вот а я за что люблю вот эти посиделки свои потому что я вот человека там уже бог знает сколько времени знаю да и вот сегодня за эти там 50 с небольшим минут я увидел совершенно другого мурата аспанова и я этому право слова очень рад тебе желаю всяческих творческих успехов и знаешь вот хорошее пожелание наверное никто тебе его не говорил и чтобы вот это вот гармония между творческим человеком и математиком она столь успешно же работала сколько и вот эти вот 15 лет вот сейчас спасибо сейчас на самом деле да таком никто не жал это честно с нами был мурат аспанов удачи